Здравствуйте, дорогие телерадиочитатели! С вами Ауард, и добро пожаловать на мой поток сознания по игре Брэм Стокерс Дракула. Знаете, ещё до холодной войны среди наших было принято отмечать среди американцев их... Назовём это предприимчивостью. Сделать деньги на всём, что можно, невзирая на логику, здравый смысл и чувство вкуса. Наш сегодняшний пациент – это идеальный пример. Ну кто додумался сделать по мотивам мелодрамы хоррора с элементами эротики, в котором кровища обнажёнка криповый визуал и Тиану Ривз – видеоигру для детей? Нет, вру, четыре разных видеоигры для всех актуальных на тот момент платформ. И это, скажу я вам, даже не самый странный мерч, который вышел по этому фильму. На фоне новелизации – фильма по книге, ага. Комикса, настольные игры, настольный РПГ, коллекционных карточек и пинбольного автомата, наличие по мотивам этого фильма платформера уже кажется абсолютно логичным. Впрочем, о чём это я? Если бы его сняли в 80-е, то ещё бы и мультсериал по мотивам замутили бы. Во всяком случае, я хочу поговорить о 16-битной игре, вышедшей на Sega Mega Drive и Super Nintendo. Ибо именно она и произвела в своё время на меня глубокое впечатление, когда я в возрасте 8 лет поиграл в неё на своей SNES. В параллельной вселенной, где SNES в России было больше, чем полутора буржуев коллег. Шучу, конечно же я играл в неё на Sega. И, надо сказать, это не самая паршивая игра, что я видел. Можете вынести эту цитату на обложку, если вдруг будет ремастер. То есть, не поймите меня превратно, хороший её назвать, язык не повернётся. Главным образом, из-за двух неудобных моментов в геймплее. Слишком короткого времени засвета, это когда ты на время становишься неуязвимым после получения дамага. И неудобные механики удара мечом. Из-за первого всё здоровье может улетучиться вмиг, а из-за второй часто не успеваешь нанести удар вовремя. Видите ли, почему-то игра дожидается, когда ты отпустишь кнопку удара, вместо того, чтобы действовать сразу же по её нажатии. А задержка в полсекунды может привести к получению дамага, что, в свою очередь, может привести к потере всего здоровья. Ну, вы поняли. Однако, дизайны уровней вполне себе неплохи. Не хватает звёзд с неба, но тем не менее. Графика также неплоха, а музыка так вообще лучше, чем имеет какое-либо право быть. На самом деле, не шучу. Эта музыка навевала на меня такую крепоту, что я после этой игры в детстве спал с включённым светом. True Story. Да, мне стыдно. Игра кое-как следует сюжету фильма, хотя, конечно, для понимания происходящего его просмотр обязателен. Боссы тоже оттуда. Все 19,5 форм Дракулы. Невесты. К сожалению, не такие, как в фильме. Люси Вестенро. Дракон. Что? Вы не помните в фильме Дракона? Да ладно! Я что, один его помню? Вот, вот в этом кадре. Что, не помните? Наркоманы. В общем, если бы пофиксить те два косяка, то была бы вполне себе хорошая игра по фильму. Если какой-нибудь ромхакер бы за это взялся, это было бы круто. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр и до свидуеть!